fate stay night эпизод номер четыре до йорок обещаны этого сегодня не будет конечно и так после завтрака я подробно изложила план предстоящих действий арчер замялся но возражать не стал еще вчера он убедился что я не из тех кто меняет свои решения это очевидно и без слов аршир по-прежнему полон сарказма но в нем есть и положительные черты характера похоже он не из тех кто сожалеет о том что уже решено другими словами на него можно положиться в трудную минуту это мое заключение нет скорее моя интуиция обоснованная на вчерашнем наблюдении за не им мастер-на-та-каро-ни-ва смене и теки мастер-о-кейка и сなくтюра на как кодовый раз в униношу реки не совмейник ки башу дар Я не знаю, что это. Ах, я не могу помочь мастер, потому что я не могу помочь мастер. И, конечно, мастер-мастер, это не так, да? Если у вас есть мастер, то я не думаю, что это не будет. Но... Я не знаю, что в школе, когда я выйду, я иду в округе. Мастера, я иду, так же. Я уверен. Я уверен, что я уверен. Я уверен. Я уверен. Я уверен. Я уверен. Но... Три. А кроме Рин. Стрим четыре мастера в одной долбаной школке. Четыре, мать его. И семи. Да, да. Конечно, у нас ученики, ученики и ученики, но если у нас уже есть мастер, то это не то, может быть, что это не так? Нет, это не так. В этой городе, у нас есть только один из мастеров. И у нас есть еще один из мастеров, и у нас есть мастер. ну блин она же знает про сакуру ну блин Я думаю, что это не так. Если у вас есть мастер-класса, то как можно сказать? Так что, ты не живешь! Мастер-класса — это очень важный, он очень привлекает. Если ты будешь в школе, то ты чувствуешь себя как раз, но ты чувствуешь себя как раз. Я не могу сказать, что у нас есть мастер-класса. Но это не так. У меня есть один человек, и еще один человек, который не может быть в мастерской области. Понял? Ахер-процентр, который был просто уникальным. Так что, я не могу. Поэтому, если бы, это было то, что я всегда буду с этим. Я всегда буду с этим. И, если бы, это было то, что я не могу. Арчер заказывает фразу сухим смешком. «Его поведение выводит меня из себя, но если я продолжу с ним спорить, то, возможно, опоздаю на занятия». Как такое возможно? Предположение, допущение, сам смысл этих слов говорит о том, что подобное вряд ли произойдет. Ну, давай, Рим. 30 минуты, пока не выйдет, пока не выйдет. Я удивляюсь. Может быть, это правда? Да, я тоже удивляюсь. Нет, я не знаю, что делать. Я не думаю, что это полезно. другом мы подходим главным воротам вокруг нас школьники идущие на занятия уроки вот-вот должны начаться только мы среди этой спешащий толпы с мостым замешательстве кутика ютон деる доктора на анаси жжа мы укрепляйте на и кунзенниではない на суббит準備は始まっているようだ ここまで вале неやっているということ и уходу домでもない素人 не 以上を感じさせる結果 иなんて3流でもの яるなら仕掛ける時まで隠し通しておくのが一流よ я луна расчет или таки моде как и что стилка нога и тирею кими а дути надо туму и чирил дорога сан рио дорога стаката жена и в атоси на территории да он на кисном а нас как это я цена манда моя депутат стаке злобно вормочая еду по школьному двору будучи магом я не обязан следить за чистотой своей речи я не успокоюсь пока не отплачу нас плана за возведение этого барьера после второго урока возвращаясь в музыкальный класс я вижу ученицу нерешительной подходкой идущих по коридору она несет в руках кипа бумаг и определенно испытывает какие-то трудности одного взгляда достаточно чтобы понять что вся эта груда бумаг может рухнуть любую секунду ты тогда у вас сакра а то сэта на не плиту сякой стекла в чино там не жена кузыки на рот за джо сейто не а и Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому 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 Залетел на понтах Субтитры Алексею Дубровскому 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 Замкнутый барьер это нечто охраняющее своего творца Можно назвать это географической магией. Пучки линий магического поля оплетают определенный участок земли, изменяя внутреннее пространство. Внутри его пределов возможно бесчисленное количество самых разных эффектов. Существует очень много разновидностей замкнутых барьеров, начиная с тех, что скрывают какую-либо область от людских глаз до таких, которые ограничивают внутри использований. Субтитры Алексею Дубровскому Самая агрессивная из них — загнутый барьер, подавляющий любые формы жизни. И тот, что сейчас висит над школой относится именно к такому виду. Ага, еще ног с приплетите. Поле еще не завершено, но как только это произойдет, все люди в школе рухнут без сознания. Однако на меня этот барьер особого эффекта не окажет. В конце концов, в действии замкнутого барьера нацелено не на единственную цель, а на определенную территорию. Такое косвенное вторжение не произведет на меня ощутимое влияние, ведь тела магов пронизаны магической энергией. Слабый поток магической энергии в витающем воздухе будет лишь отражен более сильным потоком внутри меня. Значит, у данного барьера другое предназначение. Не знаю, кто мог установить подобную штуковину, но он явно не намеревался уничтожать этим других мастеров. Трудно поверить, что его целью являются ученики и учителя. Но других причин для сооружения подобного барьера нет. Неужели он... Я смотрела все здание и в конце концов оказалась на крыше. На улице стемнело. Уже восемь часов, тогда как школа закрывается примерно в шесть. В здании остались только я и Аршер. Магическая печать в форме восьмиконечной звезды начерчена прямо посреди крыши. Раньше я никогда не видела ничего подобного. Этот красный с парпурным оттенком символу могут видеть только магии, нанесен он на поверхность на неизвестном мне способом. О чем думал тот, кто устанавливал этот барьер? Думал, он явно не тем местом, но тем не менее, замкнутый барьер установлен очень умело. Я могу временно выкачать магическую энергию из печатей, но я не могу уничтожить само поле. Создатель барьера сможет запросто реактивировать его, использовав для пополнения печати большее количество энергии. Аршер хранит молчание. С момента, как мы оказались на крыше, он не проронил ни слова. Вероятно, он тоже осознал силу проклятия этого барьера. Это поле не просто высысит энергию из одного человека. Будучи активировано, оно в буквальном смысле растворит все живое в радиусе своего действия, что... Существуют замкнутые барьеры, высасывающие физические и психологические силы из людей. Но барьеры, разосланные на школы совершенно иного уровня. Это пожиратель душ, кровавый форт, который растворяет душ в людей внутри себя и поглощает в этих жизнях души. С древних времен душами было очень трудно управлять. Несмотря на веру в них и веру в магию, только маг мог полностью гонять их сущность. Душа не более чем объект исследований, сущность помещенная в сосуд. Невозможно было не только выделить их, но и собрать в одном месте. Даже если бы маг смог собрать эту необратимую ни во что энергию, он не смог бы найти для нее подходящего применения. Поэтому если есть причина для сооружения такого барьера, то только... Я холодно спрашиваю его. Я холодно спрашиваю. Сомнений больше нет. Простейший способ усилить слугу напасть на людей. Ашир говорит, что для победы нужно собрать энергию, убивая людей и поглощая их силы. Как же все просто. Конечно, я это знала. И поэтому я решила, чтобы уследовать своим путем и изберу собственную стратегию. Я предупреждаю его, разглядывая проклятый символ, начершенный на полу. По какой-то причине Аширс облегчение возникает и доверительно отвечает. Я подхожу к нарисованному на полу знаку и протестираю руку. Магические метки на моей левой руке своего рода колдовская книга, передающаяся из поколения в поколение семье Итосака. Я включаю свое восприятие. Нужно направить магическую энергию в мои метки, прочитать ту их часть, что отвечает за уничтожение самокнутых барьеров и активировать их. Уничтожение и высвобождение второго уровня. Я касаюсь крыши левой рукой и позволяю своей магической энергии проникнуть туда. По крайней мере, я смыла окраску обестветь и вмещать. А, ну да, точно. Внезапно. Над собой я слышу голос, который словно пытается меня остановить. Кто же это у нас тут? Скочив на ноги, я оборачиваюсь. Парень, который просто любит жить. На крыше водонапорной башни. Заслоняя небо, стоит мужчина и смотрит на меня с 10-метровой высоты. Его костюм света чистейшего ультрамарина, словно растворен в ночи. Ветер доносит на меня дикую хмылку и животный запах. Животный запах. Леденящий звериный взгляд. Но даже в столь необычных обстоятельствах он уставился на меня так, будто был моим приятием последние 10 лет. Небрежно брошенная фраза наполнена дьявольской жаждой смерти. Этот парень видит аршера. По мейсмине пробежали мурашки. Он говорил все в том же несерьезном тоне, но... В то же время ничего более леденящего, жуткого до тошноты я в жизни не слышала. Я не знаю, как должна вести себя и куда бежать. Но разум подсказывает мне ни в коем случае не сражаться с этим незнакомством и здесь. Парень поднял руку. И в одно мгновение пустая до сих пор рука. Еба. Уже сжимает красное копье двух метров длиной. Вот он. Тьфу. Мистер раздумья я изо всех сил отпрыгиваю в сторону. В результате я на полной скорости налетаю на милитарическую решетку. Единственное ограждение на крыше. Фига. Атакует. Мои волосы стрепетнулись от вихря. Вот так просто. Молниносто он подлетает как граждение. Бежаластно разносит на куски металлическую решетку там, где я была всего полсекунды назад. Это уж точно. Наш Керин достояние общественности. Синий вихр гонится за мной. Пути отступления нет. За спиной решетка лево-право нет. Точно не успею. Моя реакция мгновенная. Я активирую магические метки на левой руке и концентрирую магию для единственной цели. Это уменьшит массу моего тела и изменит гравитацию. В мгновение мое тело становится легким, как перышко, и я прыгаю. Я перелетаю через ограду и начинаю падать с крыши. Ветер и давление врезаются в мое тело. 15 метров до земли и 1,7 секунд полета. Не, слишком медленно, он наверняка догонит меня. Впоследствии неудачного приземления. Моего тела были максимально минимизированы Арчером, который поймал меня у самой земли. Ощутив почву под ногами, я бросаю из бегства. В любом случае, я должна сменить дислокацию. Нужно найти более просторное место, не такое тесное, как крыша. Большое поле, где нет препятствий. Там, где Арчиш сможет сражаться в полную силу. После падения с крыши я пробежала в школьный двор меньше, чем за 7 секунд. Это более 100 метров. Моя скорость так велика, что обычный человек заметил бы лишь размытый силуэт. Но даже так это... Бесполезно против слуги. Лишь тогда я отступаю на шаг назад. Арчер, влетая в форму, становится на мое место. Ночное небо затянуто облаками. В руке Арчера, отразив тусклый лунный свет, мелькнуло нечто похожее на клинок. Губы парня в синеме загибаются в ухмылке. Чудовищный вихрь. Оружие, которое смело меня с крыши, копьет цвета крови, безжалостно пытавшийся меня убить. У меня сейчас уже будет топ-файт. Надо подрубать УБВ. Туфа Тейбл. От его прежнего поведения не осталось следа. В ответ на угрожающий настрой лансера, Арчер ханит молчание. Между ними около пяти метров. Оружие лансера примерно два метра длиной. Ведь человека с такой звериной натуры, стоя оставшиеся три метра, должно быть ничто. Арчер по-прежнему не отвечает на его презрительные усмешки. Преодиантис. Необычно красное-синее противостояние. Два рыцаря, облачённые в контрастные цвета, уже думают о том, как отразить удары друг к другу. Арчер не отвечает. Не о чём говорить с врагом, который должен быть повержен. Его осанка, подобная остальному мечу, говорит это за него. И вдруг я поняла. Какая же я дура, Арчер просто ждёт моего слова, моей команды. Я говорю ему, спину не приближаюсь. Это что, смешок? Возвет на мои слова, красный рыцарь усмехнулся и рванул вперёд. Ох, помню этот врыв. Топ был. Порывы ветра взметнулись. Сжимая короткий клинок в руке, красная пуля рванулась с места. Синий встречает его упреждающим ударом копья. Если сравнить атаки Арчера с ревущим вихрем, то перехватывающее их острёё копьё, подобно божественному урагану. Фига, экшен пошёл. Взмах клинка отражает встречный удар. Арчер едва успел парировать молниеносный выпад копья своим коротким мечом. Войн в красном останавливается. Враг не позволяет Аршеру приблизиться. Он даже не подпускает его ближе, чем на 2 метра радиус действия копья. Для использования длинного оружия всегда предпочтительно держать дистанцию. А поскольку лансер вооружён двухметровым копьём, ему всего лишь нужно контратаковать, когда противник войдёт в радиус его действия. Ведь легче пронзить наступающего врага, чем делать выпад самому. Но похоже он так не считает. Лансер сознательно сокращает дистанцию, при этом не давая Аршеру подойти ближе. Его темперамент подобен бушующему пламени. С каждым ударом лансер подбирается всё ближе, даже не думая останавливаться. Для сражающегося длинным оружием подобная тактика самоубийственна. Копьеносец должен использовать радиус действия своего оружия для уничтожения врага и победы в битве. Безрассудно продвигаясь вперёд, лансер теряет шансы на победу. Но это лишь стандартная тактика. Техника владения копьём лансера не выказывает слабых мест, будь это удары в горло, плещи, голову или сердце. Удары так быстрее, что их движение оставляет лишь размытый след. Каждый удар его копья отражает, останавливает и отталкивает Аршера назад, и каждый из них мог бы быть назван решающим ударом. Но даже будучи лучником, Аршер остаётся с рукой. Обычные атаки не могут стать для него решающими. Отбив копьё, нацеленное ему в лоб, Аршер рвётся вперёд со скоростью, равной скорости копья лансера. Из-за формы копья можно подумать, что его основная составляющая колющий удар, однако его базовая тактика является скашивающий взмах. Потом муж, что размашивает удар вследствие своего большого радиуса действия, не позволит противнику вернуться от него, вынуждая отступать назад. Частичное отступление ничего не даст, а попытка контратаки приведёт лишь к выпущенным кишкам. В то же время простой шаг вперёд закончится раздробленными рёбрами длинного древка копья. Аршер и лансер одной комплекции. А в завершении ко всему не имеющему брони Аршера, тот будет войти в область действия копья, которая крутится словно виха. Ну, у него вроде как броня-то есть. Это чёрная хрень, это ж броня, по идее. Другое дело уколы. Молниеносный удар нацелен точно в тебя, вселяет страх. Но поскольку удар является точечным, есть множество способов его избежать, важно лишь заметить движение. Аршер так и делает. Меняет траекторию копья ударом по его древку, создавая тем самым небольшую брешь в бороне противника. Похоже, легкомысел лансера привело к недооценке лучника. Преимущество длинного оружия в его длине и свободе манёвра. Раз уж лансер сам отбросил это преимущество, твоё поражение... Мужчина в красном останавливается. Время развернулось в пять, как в страшном сне. Укол копья стремительнее, чем все предыдущие. Аршер пытается парировать удар, но отшатывается в сторону вместе со своим оружием. В череде атак лансера нет слабых мест. Даже более того, скорость ударов, их силы возрастают без конца, предвещает скорый конец даже для слуги. Это мы недооцениваем. Для этого слуги. Для оружия лансера не существует стандартных тактик. Кто смог бы отбивать непрекращающиеся атаки врага без возможности даже вздохнуть в перерыве между ними? Продолжая парировать, Аршер с большим трудом сумел отскочить назад, в результате чего расстояние между ними несколько увеличилось. Это дистанция. Лансер использует ее как разгонную полосу для нанесения нового, еще более сильного удара. Дикие непрекращающиеся атаки были лишь репетицией. Каскад ударов, осуществляемый на уровне божественного мастерства. Уже 10. 10 ударов за полсекунды. Ну да, там скорости мах. Махов несколько. Я помню. Правда, по-моему, кухулина стену там где-то восьмерка. Нет, на самом деле их было в несколько раз больше. Тяжелый град ударов обрушивается на Аршера, пытаясь насадить его на лавер тел. Дело не столько в скорости, сколько в искусности. Удары, подобно водопаду, не замедляются ни на мгновение. Что может сделать Аршер, не вылезая из обороны? Таким коротким мечом ему осуществится только отражать удары копья. Не в состоянии приблизиться к лансеру, он продолжает отступать. Искрящийся друг от друга сталь создает подобие вакуума. Помочь. Я должен отозвать Аршера, но мое горло не слушается. У моих заклинаний слабое самонавидение. Только если Аршер отдалится от лансера на достаточное расстояние, я смогу поразить врага магией. Но большее расстояние лишь усилит преимущество лансера. И к тому же. Сказать по правде я зачарованно. Битвы между слугами. С самой войной Святого Граиля, в которой мы используем слуг. Высший ранг фамильяров, которых нельзя призывать при других условиях. Слуги. Фамильяр различных классов, подчиняющийся семи мастерам. Эти помощники высшего класса фамильяра, называемые героическими душами, призываются Святым Граилем. Я это и так знаю, зачем вы это повторяете еще раз? Однако называть их фамильярами ошибочно. На самом деле фамильяры лишь существа, выполняющие поручения мага. Представьте себе кота в сапогах. Или милую белую птичку. Или черного пса, который игнорирует приказы своего хозяина. Можно придумать много сравнений. Простой маг способен призывать фамильяров примерно такого уровня. Фамильяры это просто фамильяры. Они выполняют за хозяев вспомогательную работу, или на ходу конец служат талисманами. Фамильяр не может быть сильнее, чем его хозяин. Но слуги другие. Фактически они сильнейшие существа. Даже волшебники, которых в этом мире всего лишь пятеро, вряд ли удастся заключить контракт с ними. Да господи, этим волшебникам нахер. Такие бомжи, как слуги, не нужны. Не потому, что процедура призыва сложна, или способности слуги превосходят способности мага. Просто слуги сами по себе стоят выше магии. Я поясню. Слуги это герои прошлого. Истории, мифы, легенды, басни. В машинах или нет, сверхчеловеческих существ нашедших свое воплощение в фольклоре мы называем героями. Герой, который обретает бессмертие в людских умах, после смерти перестает быть человеком и переходит в иную форму существования. Люди, которые творили чудеса, спасали людей, совершали великие подвиги, нарекаются героями. Возвысившись таким образом после смерти, они становятся героическими духами и снова встают на защиту человечества. Кстати, известно, сколько Нассу было лет, когда он Стейнайт писал. Неважно, существовали они в реальности или только в мифах. Герои создаются в сознании людей. Людские желания, вроде он должен быть таким, наделяют героев формы и делают его частью реального мира. Ты рофлишь Тарантино? Подлинность не имеет значения. Они сохраняют свою форму столь долго, сколь долго люди верят в них и воспевают в легендах. Просто учитывайте, что, да, первая работа в 98-м году. Так что ему никак не может быть в 2004-м 16 лет. Потому что он что, ведьму написал... А нет, Корана Квикай точно. Когда ему было 10... Еще более великие тела создавали люди, тем более великих героев они порождали. Эти герои и есть героические души. Родился... То есть ему 30 лет было, да, уже, окей. Но все равно он помоложе, чем Рюкише. Свои работы писал в более молодом возрасте. Вполне естественно, что они находятся на иной ступени, нежели человек, и люди не имеют над ними власти. Маги заимствуют часть их сил, но воплощают их не более чем на уровне подражания. Невозможно собственноручно призвать личного героического духа. Но Святой Грааль делает невозможное возможным. Образовая неподконтрольную человеку героическую душу, превращает ее в послушного мастера-фамильяра. Это противоречие доказывает могущество Святого Грааля. Сквозь века и эпохи героические души пребывают в этот мир. Самые молодые из них насчитывают столетия. Самые старые происходят из древнейших времен, а есть чела из будущего. Семь героических душ подчиняются семи мастерам, защищают их и уничтожают мастеров противника. Герои всех эпох оживают в настоящем, чтобы убивать друг друга и доказывать свое превосходство. Поэтому данный ритуал нарешен в войну Святого Грааля. Да, торпо. Фух. Однако, похоже, возможности Святого Грааля тоже имеют свои пределы. Даже он не может вызывать к любым духовным существам без разбора. Так же, как людские изобретения требуют для воплощения воображаемых шестой элемент, так и героические души нуждаются в форме, чтобы существовать в нашем мире. Спокойной ночь, торпо. Таком сейчас, Кухулин. Эта форма является своего рода их временным именем и условием существования в нашем мире. Святой Грааль вводит классы, чтобы героическим душам легче было обрести форму и призывает лишь тех героев, которые соответствуют этим классам. В нашем времени они играют функцию паспорта, заранее распределяя роль слуги в будущем. Взяв на себя эту роль в слуге, будет легче принять форму и материализоваться. Поскольку имеется 7 мастеров, выбранных Святым Граалем, то существуют и 7 расслугам, подчиняющиеся. Они были заранее распределены между 7 классами. Рыцарь меча Сейбер. Рыцарь копья Лансер. Рыцарь лук Арчер. Всадник Райдер. Словно. Мак Кайстер. Бесшумный убийца Ассасин. И безумный воин Басака. Лишь героические души, обладающие атрибутами этих классов, могут быть призваны в качестве слуг в наше время мастерами. Такова система СОУК. Призыв и заключение контракта с героической душой, неподвластный человеку. И все ради обретения чуда за пределами человеческих возможностей. Величайшее соревнование, происходящее лишь на этой земле, ради одной единственной цели – обладание Святым Граалем. Ошеломительный Звон. Короткий клинок, отразивший копье Лансера, вылетел из рук Арчера. В этом состояла техника Лансера. Прямой укол, который неожиданно изменив траекторию, поражает запястье. Такого удара Арчер не смог бы избежать, даже заметив его приближение. Нет, эффективно парировать копье коротким оружием невозможно. Тут уже написали 73-го года Тарантино, значит ему было почти 30. Привет, Карлик. Окей, Карлик. Сильный натиск приводит лишь к еще более сильной контратаке, а слабый не создает никаких преимуществ. Важный аспект битвы между копьем и мечом заключается в поражении противника, когда он находится в невыгодной для себя области. В действиях Лансера нет колебаний. Загнав Арчера в угол, он прекратил наступление. Должно быть, решил положить конец этой битве одним ударом. Взгляды уверенно стоящего Лансера и лишенного оружия Арчера сталкиваются. В это мгновение. Копье ударяет, словно вспышка молнии. За молнией у нее следить человеческим глазом. Лоб, шея и сердце. Три смертельных выстрела копья, слитых в единый удар. Но Невидимая невооруженным взглядом вспышка была отражена сияющим клинком. В руке Арчера снова короткий клинок. Такой же, как и ранее, изогнутый китайский меч. Но самое главное различие... Парные мечи. Его руки держат пару зеркально-симетричных клинков. Копье Лансера вернулось в бой. Фу, ничего себе. Словно пытаясь прикончить Аршера, копье бьет. Все быстрее и быстрее. Ашер обороняется силой духа бушующего пламени. Его орлиный взгляд говорит, что более он не намерен отступать. С этого момента он будет двигаться только вперед. В плясках оружия подобен шедевру орхестровой музыки. Два инструмента сталкиваются друг с другом. Это нулевая серия. Искры рассыпаются от непрерывных ударов ринта, в которых наращивается до бесконечности. Как в вакууме. Они разогнали воздух вокруг, создав безвоздушное пространство. Кажется, что любой затянутый внутрь будет разорван на куске. На самом деле это длилось лишь мгновение. Но для меня, наблюдавший со стороны них, растянулся на целую вечность. Лансер старается не подпустить к себе арчера, который пробивается к нему, используя свои короткие мечи, как щит. Отбивая сотни ударов, арчер вновь и вновь теряет свое оружие. Но лишь на миг, ведь в следующее мгновение клинок снова оказывается в его руке, заставляя лансера хоть немного, но все же отступить. Копейщик наконец-то понял свою беспечность. Даже не имея представления о личности врага, он проиграет, если будет расценивать его, как обычного лучника. Лансер отходит. Вероятно, чтобы немного передохнуть, он увеличивает дистанцию между собой и арчером. Его скорость невероятна. Атака арчера была за пределами возможностей нашего мира, но все же чересчур медленной по сравнению со скоростью лансера. По ловкости его отступления было... Подобно прыжку пантера. Что? По ловкости его... По ловкости его отступления. Окей. С раздражением пробормотал лансер. Хоть это больше похоже на смущение. Я испытываю то же самое. Согласно тому, что я слышал от отца, слуги обладают лишь одним-двумя экземплярами их оружия. Оно наполнено магической энергией, его невозможно воссоздавать раз за разом, как это делал... Только что делал арчер. Слуги, героичьи души после смерти возносятся до уровня святых. Другими словами, их можно сравнивать с ангелами или демонами. Будучи сами по себе очень сильными, слуги, помимо всего, обладают мощным оружием, доказательством своего героизма. Это оружие, магическое происхождение, носит имя небесного фантазма. Небесный фантазм – любимое оружие или доспехи слуги, которыми он владел при жизни. Фантазм представляет из себя уникальный предмет, которым может пользоваться хозяин лишь. По этой причине, небесный фантазм является абсолютным оружием, не имеющим в себе равных. Когда лансер сочтет нужным, его копье покажет свою настоящую силу. Хоть само по себе это великое оружие, но его способности проявляются только при произнесении истинного имени. Оружие героев, превосходящее все на свете, убивающее богов и драконов. Слуги активируют свои небесные фантазмы с помощью магической энергии. Это очень похоже на магию. Слуги воссоздают забытые легенды, используя свое оружие как катализатор. Так или иначе, его нельзя просто выбросить. Те ленки, что отбросил Аршер, были прекрасны, но они не могут быть его небесным фантазмом. Ведь он слуга Аршер, следовательно, его скрытым небесным фантазмом должен быть лук. Я понимаю злость лансера. Он наносил свои удары как копьеносец, но Аршер парировал их словно мечник. А это значит, что Аршер еще не показал своих истинных навыков. Неудивительно, что неприязнь лансера нарастает. В следующее мгновение. Его ужасающая жажда смерти подавляет даже мое желание сделать тох. Лансер меняет стойку. Она отличается от того, что видела раньше. Теперь в его позе нет и доли презрения. Стреокопья проникло к земле, словно наметив ее своей целью. Лишь взгляд лансера прознает сейчас Аршера. Тело лансера припадает на земле. В этот момент могильный холод, подобно шипам, пронизывает школьный двор. А где-то там школьник ходит. Воздух застывает. В буквальном смысле. Вся магическая энергия в воздухе прекращает свое движение. Только воин по имени лансер может дышать сейчас. Нет никаких сомнений о копье демонического происхождения. И сейчас оно ожидает. В момент удара оно обретет свою истинную форму и... Он умрет. Я не знаю сущности этого небесного фантазма, но Аршер умрет. Мой внутренний голос никогда не говорил со мной ранее, но сейчас сомнений нет. С ударом этого копья Аршер погибнет. Это уже определено. Выражаясь фигурально, копье лансера становится орицетворением неизбежной смерти. Хе, так и есть. Аршер будет побежден. Когда лансер проносит его сердце, Аршер умрет. И даже зная об этом, я ничего не могу сделать. Потому что если я пошевелю хоть пальцем, лансер нажмет на курок. Если что-то и может остановить его, то это может быть только... В школе. Случайно оказавшийся на месте происшествия незнакомец, которого мы раньше не замечали. Зловещая аура вокруг лансера мгновенно исчезает. Звук убегающих шагов. Без сомнения, на этом человеке школьная форма. Спокойным голосом заметил Аршер. Он... Ну, определенно, мы спасены, но... Я не потеряла. Я не потеряла застанчивое сердце, и я не потеряла застанчивое место. Что? Аршер, что это застанчивое? на мгновение ход моих мыслей прерывается аршир мгновенно исчезает я проклинаю свою беспечность правилах магов уничтожать всех свидетелей поэтому если не хочешь это сделать то должен заранее позабыться о подступлении очевидцев отсутствие до сих пор я так и поступала но почему-то именно сегодня допустила ошибку ты вообще драться не собиралась все на те куда они пробивают сюда шалунный свет в коридоре на холодном полу лежит ученик а рядом неподвижно стоит арчер пустыми глазами он смотрит на парня в нос ударяет редкий резкий запах если на текущую полукровь я понимаю что это запах смерти хотя здесь у хулина кто с мастер типа уже кирей или еще база аршир исчезает я остаюсь от нас лежащим на полу учеником а то есть база даже вообще нету просто окей а на хрена я вам тогда это здесь на ринг вышел я не в сил взглянуть ему в лицо но я должна посмотреть это моя вина это моя вина это моя вина с самого моего детства с того момента как я стал наследницей семьи тосака я готовилась к тому что однажды может случиться подобное для мага не существует концепции добра и зла я всегда говорил о себе что эта дорога залита моей кровью и кровью других поэтому я не знаю сколько времени прошло с того момента как ланксер его убил и было ли удачи умереть от одного удара или нет удар у ланксера был простым без серьезного внешнего ранения и поэтому поток крови из разорванного сердца не такой сильный но даже с неглубокой раной тебе приходит конец когда кровь перестает питать мозг нет разорванное сердце является достаточной причиной чтобы умереть мгновенно да он все еще хрипло дышится но пытаясь издать свой последний крик но это продлится несколько секунд его рана смертельная я не было достаточно энергии чтобы его спасти глядя под ноги я тянусь к его голове понимаю что мои пальцы они мели они дрожат пытаюсь понять почему ведь я привыкла к таким вещам до этого мне не раз приходилось осуществлять подобный выбор я неоднократно ошибалась вследствие своей беспечности поэтому я готовила себя к этому дню так почему же почему я так злюсь на саму себя не торгай ва стире дрожащими пальцами и на подкошенных коленях я нагибаюсь и заклядываю ему в лицо громкий хлопок чувство такое будто меня молотком шарахнули по голове я стискиваю зубы не в попытке сдержать свою дрожь от злости почему он почему из всех на этом месте оказался именно он я не питаю злости к лансеру как подобает слуге быстро без лишнего шума бывшего свидетеля я просто злюсь на этого парня за то что именно сегодня он решил задержаться в школе допоздна в моей голове всплывает лицо сакуры она будет безутешно я вспомню вспоминаю один окрашенный багровые цвета день много лет назад далекий закат того кто всегда бежал в одиночестве пустой взгляд скучающий девочки наблюдавшиеся не со стороны ох уж это перекладина через которую надо прыгать а сейчас передо мной оставающий труп человека которому не посчастливилось сказаться в тянутом в эту историю еще есть шанс правда этот шанс может обернуться неудачей лишить меня последнего козыря но он есть хоть когда-нибудь его потеряю любом случае чуть раньше чуть позже результат от этого не изменится что я делаю факт его смерти уже предрешен моя вина лишь том что я не смотрю по сторонам ему просто не посчастливилось оказаться не в то времени в том месте значит я не должна заходить так далеко ведь это одно из немногого что осталось мне от отца мощный источник магической энергии способны решить исход битвы драгоценность предназначенная только для меня я отбрасываю эмоции сажусь на колени перед тем кто через секунду другую станет трупом кулон в моей руке полегчал сувенир оставшийся мне от отца почти опустошён и падать рядом с парнем который только что был на пороге этого света с катана икка до деваться некуда у меня нет сил и навыков чтобы само оживить человека с поврежденным сердцем кровеносными сосудами хуже того с умирающим мозгом по этой причине я вынужден был компенсировать недостаток своего умения мощным источником энергии но учитывая то что он был еще жив я просто сделала что могла и спасла ему жизнь ох вы обманываю сунда кота кольцами и сама сама не кайра на это да недосмотр да мне нет смысла оставаться здесь ни минуты более аршир отправился услышать лансера так что мне придется возвращаться домой одно на обратном пути вспомнила я забыла в школе кулон теперь уже обычный лишён и магической энергии опустошенному ему все равно не найти применение хоть внутри еще могли остаться немного энергии но все равно и гораздо меньше в любом из десяти моих камней отец хотел оставить мне достаточное количество магической энергии для победы в войне святого грааля но теперь лишённый и и этот предмет стал бесполезен молча я вхожу в дом и выдохнув сажусь на диван аж еще не вернулся сделал вздох и несколько минут трешенов слушалось тиканье часов ну думаю здесь где-то и закончим в принципе можно считать пролог закончили со стороны риэн да ну да подробнее конечно плюс тут еще размусоливаются некоторые вещи которые частично мы видели в зеросе смотреться адаптацию с нее начиная вкратце по ним пробегались 2бв которые уже фейда 14 про всех этих слуг войну и все такое плюс иногда повторы были так что по мне довольно неплохо все на экране сезавана отрезок не грешно что там типа файт был само собой аниме хороший нога здесь здесь тоже неплохой мне понравилось как спрайты использовались довольно активно и звуковые эффекты неплохие не знаю что конечно музыка до слабовата не конечно после чаек зажрался но и маловато и довольно ну не особо примечательные что в чем-то чем иван я практически уверен что вторая арка самая лучшая и вряд ли третья хоть я и не знаю до конца будет лучше просто потому что концепция 2 куда интереснее и персонажи задействованы во второй арке самые интересные что какой плейлист а вот этот вот ну окей вижу да это будет когда это завтра будет такс как у нас там это сохранить стопа как сохранится а вот сохранить это сейф почему здесь сейф и слова сохранить нет и странно как ну да ладно еще называть как то надо может они сам сам назовется не нормально сам подписывает все отлично такс а чёрт я уже вышел из игры чёрт хотел посмотреть что такое меню в этой игре что значит выйти в меню конец запись